Привет, друзья! С вами Братец Ву. Продолжаем наше приключение на вустыше. К сожалению, без палочи. Теперь я буду здесь один сидеть в скукоте, но меня будут развлекать мои старые закадычные друзья. Это Марина Бонзаец. Привет. Это Баги. Привет. Это Женя. Он же Жека Дрожа. Здравствуйте. Андрей Волков. И Сибирский Лемминг. В роли Джонни. Я не могу запомнить, как тебя зовут. Джейсон. Джейсон, точно. Запомни ты Джейсон Вуркис в маске. Вуркис. Вот у меня что-то это имя говорит. Запомни ты Джейсон Вуркис. Ну, блин, с пятницы тринадцатый. Маньяк. Ну, вот я помню, что там маньяк, а что он Джейсон. Ну, правда, теперь да, теперь вспомню. Ну, вот видишь. Чего такие грустные? Потому что чувствуется, что игра к концу подходит? Чувствую, да. Ну, все в ваших силах изменить, хотя черт его знает. Так, на чем мы остановились? Давайте напомним зрителям. В основном, что Женя, его персонаж и персонаж Лемминга, они пошли туда, где находится основной чан с червяками, контролирующими мозг людей, будучи подсаженными. А там это был чан со стариками и молодежью. Вот этих вот червяков. И там у Жени был контакт. Третьего рода, близкий. Да, я впустил в себя их. Червей. Еще не пустил. Еще не червей. Немножко приоткрыл ты. Да, да, так. На пол. Расширил сознание. Червячка. Раздвинул рамки. Да, и мы теперь... Вы теперь возвращаетесь туда, где у вас едальня. Там весь народ сидит за Джек, по-моему, да, звали у Палыча персонажа. Я теперь пока буду за него отыгрывать. Он у нас будет теперь не игровым персонажем, но он все еще пристегнут. Колкова, напоминаю, будет отстегнут только завтра. И пока возвращаетесь, видите, как Бадди где-то там на уголке беседует у Хаммера с... Точнее, подошел к Чопу и собирается с ним побеседовать. Не знаю, будет ли он беседовать или нет. Давай. А я могу незаметно подкрасться и подслушать? Тебе это надо? Надо. Ну, давай, хорошо. Ну, должна же я хоть что-то делать в конце концов. Просочилась и подслушивала. Ох ты ж, черт. Ну, хоть в конце игры, что ли. Хорошо, я подхожу к Чопу. Давай, мы тебя вот сюда поставим. Хлопаю по плечу и говорю, спасибо, братан, отлично мог. Разворачиваясь. Черные петлицы. Вот так вот плохо играть с перерывами, потому что Бадди за это время передумал то, что он хотел сделать, а за пивом в магазин не сходил. Поэтому дух приключенчества не свербит в нем теперь почему-то. В этот раз. В нем разум включился. Да нет, просто я не хочу отклеиваться от партии. Да, ну смотри. Хорошо, он сказал, Чоп там типа все у тебя в порядке. Чоп сказал, да, все нормально так растерянно. И он ушел обратно, пройдя мимо Марины, которая читает газету с дыркой. С двумя так. Я говорю, эй, шпион, пошли. Вы все возвращаетесь за общий стол. Я уже незаметная. И теперь напоминаю, что вы в курсе, что у вас два человека ходили как раз на встречу с червяками и была надежда на то, что может быть они там чего-нибудь подольют, подсыплют. Ну то есть когда я вернулся, это рассказали, да? Я не знаю, рассказали они или нет. Я пришел обратно в группу с такими стеклянными глазами, большими, иду так, а во мне что-то извиняюсь. Я вернулся, короче, и плюхнулся за стол, там, мы же за столом, да, сидим? Да. Плюхнулся за стол с таким недовольным видом. Там все стол, там такие подушки на полу, это такая сидячая. Ничего себе. Вот. Плюхнулся, короче, и сказал, что, типа, хреновая была идея, так сложил руки. Так они не знали твоей идеи, между прочим. А я сказал то, что я пойду поговорю с Чопом о том, чтобы он вернулся за нами. А. Я понял, он сказал. Теперь самое время, я думаю, вам обсудить дальнейшие действия? Естественно. Ну и мы приходим с Леммингом, как бы. Вот, да, давай. И вы тоже там есть. А мы знаем об этих всяких церемониях, посвящения там и прочее. Нет. Я же спрашивал. Но только то, что тебе ответили. Я же спрашивал, да, как это все производится. У нас церемония. Да, но только то, что тебе ответили. В подробностях вы не знаете, конечно. Ну, примерно. Ну, хорошо, я тогда спрашиваю у Юджин, да? Нет, подожди. Феликс Колсон. Феликс, да. Вот, я говорю, ну, хорошо. Кто там у нас сказал? Феликс и Джейсон, да? Да. Я говорю, Феликс и Джейсон, давайте рассказывайте, что... Что как прошло, что видели, что знаете? Я с таким широким взглядом на Колсона. И дальше. Окей, ну, я тогда расскажу, что вот с этим что-то произошло, а к Чану... Я... Я боюсь, что с ним что-то произошло. Возможно, на него как-то повлияли, потому что он, как видите, странно выглядит. А к Чану было не подобраться, слишком далеко нас не подпустили. Не было шанса. Я щелкаю пальцами перед глазами Феликса. Я такой... Говорит, ты здесь вообще? Алло? Да, здесь. А что? А что-то произошло? Со мной... Я... Я понял. Мы все ошибались. Оооо... И тебя вылечит. И меня вылечит. Вы просто не понимаете, какие это возможности. Это бесценно для науки. Поворачиваясь к остальным членам группы... Внутренний поганель включился. Я говорю, что с ним делать? Так. Если что, я кричу, во имя науки готов на все. Подсыпать в него яд? Да-да-да. Отравить бабушку, подсыпав яд в пенсию. Ну да, надо как-то так. Надо подумать только, как это использовать. Давайте этот самый засунем яд в Феликса. И пусть он идет... Какие-нибудь в чан? Форма и суппозитория. Пусть он быстро бежит. Да-да. Прорывается в чан. Знаешь, такая древняя история. Мне рассказали тут... Извините, что автоплю. Но очень похожая на эту. Это когда мужики работали на мебельном заводе. И там у них была какая-то полироль адская. В основном спирт содержащая. И очень серьезная на выходе охраны. Вот они умудрялись нахлобучить полтора стакана чисто спиртя. И потом быстрым шагом нужно было выйти за проходную. А, пока ты еще не накатил на тебя? Да, пока я начал действовать. Вот так вот его носили. Потом там где-то уже падали. Не донес. Во-во. Не, главное вынес, остальное все не важно. Это называется на ход ноги. Да-да-да. Так не рассчитал прямо перед таможней. Ляп. Ну ладно, не суть. Собственно, я бы тоже хотел на самом деле как-то... Я думаю, может быть узнаем вообще про устройства внутренние этих человек. Я смотрю, они достаточно дружелюбные. И вполне готовы делиться... А уже не вся информация исчерпывающая. Ты распорядок решил у них узнать? Распорядок дня? Ну типа... Образ жизни и все. Вообще, да. Как, что у них тут происходит. И когда мы узнаем распорядки не только дня, но и жизни, тогда мы узнаем вообще, какие у нас... Когда именно нам лучше действовать и как нам действовать уже, исходя из этого. Вот. Ну или Феликс нам все расскажет, что знает. Феликс сейчас с ним вайфайу свяжется. Да, да, да. Ну, мне кажется, он прибыл. Сейчас антенку настрою. Это... Ву, а когда, грубо говоря, я познал нирвану с этими червями, может, я и увидел, как у них обряд происходит, или что вообще они мне показывали? Ты ровно, ровно то, что я тебе говорил, то тебе и показывали. Вот что ты помнишь, то то ты и видел. Так нечестно! Дай я отключусь. Ай, блин, ты еще не выложил. Так нечестно! Слушай, ты нихрена не помнишь? Ну, я плохо помню. Я был в стадии... В религиозном. Не, ну ладно, я в стадии плохо помню, а ты-то что? Аллилуйя, брат. Давайте останемся и просто поизучаем, как они действуют. Скипнем неделю, грубо говоря. Мы же все равно типа строим лавку, чопу, якобы. У нас вроде такая договоренность была. Ну, а так можно, да, скипнуть, типа, неделю, какое-то время? Нет, подробно, минуту в минуту все отыгрывать. Так, ладно, тебе же саркастичная засранка, давай, скипаем неделю. Скипаем неделю, ничего себе, пришли. Потом еще неделю. Скипаем до смерти. Скипаем некоторое время. Для голодной смерти. Вы сейчас поели, потом... Тем более нам нужно все равно устроить эту лавку для того, чтобы, ну, там, обустраивать и как-то показывать внешним видом, что на самом деле, ну... Организовывать себе прикрытие. На следующий день, но прежде чем следующий день наступило, мы выделили жилье. Это небольшая такая круглая, собранная наполовину из глины, наполовину из каких-то палок и металлических листов хижина, где вы могли спать. Вот там вы шестером и прикорнули вместе с Джеком, который все еще пристегнут к Волкову через жесткий диск, напоминаю. И на следующее утро с позаранкой вас разбудил голос Чопа, который там что-то уже командовал. Выйдя на улицу, он нарисует все. План, я думаю, гнезда не надо рисовать очередной раз. Как мы пищечки? Все та же пицца. Нет, давай. Еще раз надо. Вдруг там марципаны появились. Ну ладно, окей. Тут ее немножко перестроили с прошлого раза. А мы не знаем, как она в прошлый раз. Здесь будет выход у нее. Ворота. Здесь основной зал с площадью. Такое 3D, amazing. 3D. Digital. Да. Кепочка. Да, типа того. Здесь вот хаты, хаты. Здесь бывшая Чопова сторожка такая из кирпича и говна собранная. Ну и здесь везде домики разного размера. Вход один, да? Да, вход один. Вас поселили вот здесь тоже всем знакомый там. Всем знакомая хата, в которой может даже осталось что-то от предыдущих приключенцев. Которые там были не так давно. Запах. Да, возможно. Там все еще пахнет приключениями. Если приключения имеют запах, так синего пока уберем. Это палычевская фигурка. Вот. И выйдя на улицу, вы увидели здоровенный трейлер, в котором сидел один из бойцов Чопа. И Чоп, увидев вас, радостно помахал рукой и пригласил поближе к себе, поигрывая ключом от наручников. И говорят, что ребята, давайте загружать. Тут же подъехал Хаммер поближе. И он показал им рукой, что нужно идти. Джек сразу туда направился. Волков, ты тоже пойдешь? Да. Ну, конечно. Мы с Джеком подошли. Вместе ухнув поставили в багажник. А, подожди, его же оставляют. Ты его увозить собрался. Хороший Чоп, молодец. В своем стиле. Да, да. Все с собой. Подвезли тогда, хорошо, Хаммер там остался. А потом подвезли тачку, на которую вы загрузили этот диск. Его отцепили. И с величайшей осторожностью двое, одетые в белое, увезли его куда-то в сторону центрального холла. Чоп, оглядев еще раз внимательно все, что он получил. Там у них все джипы были полны какими-то ящиками, закрытыми брезентом. Еще и эта здоровенная машина. Вот. Все были достаточно счастливы, его сопровождающие. И Джек, также, пожав вам руки, сказал, что рад был знакомству. Но теперь вынужден отправиться вместе с Чопом. И тут ваши пути расходятся. Килаем, да и болт с ним. Ладно. Чоп очень воодушевленный и веселый подошел к каждому из вас. И, начав с баги, подошел и крепко обнял его. Пошептав на ухо, что найди меня, когда все закончится. Месть и прибор. Я такой... Я говорю, Чоп, это ты меня так... Ты так грустишь сильно от того, что уезжаешь. Нет, мы же... Возможно, мы не перестали быть партнерами, несмотря ни на что. После этого он подошел к каждому из вас, обнял, высказал свои пожелания наилучшие. И потом громко произнес, что надеюсь, к моему следующему приезду, через неделю, лавка будет готова. И вы встретите меня с нормальным местом, где можно будет торговать, не боясь локтями порушить весь товар. Конечно. Чоп скомандовал всем по коням, все погрузились и подрыв двигателя, этого здоровенного тягача, полного, судя по всему, топливом. Вся их процессия выехала через открытые ворота. А у нас не было договоренности, что он поможет нам и уйти, если что? Нет. Нет, нет. Точно? Ну хорошо, если... Оживление в деревне быстро спало, все стали заниматься своими делами. И на вас внимания особо никто не обращал. Только один из молодых местных подошел к вам и спросил, что вам нужно... Чуть вы тут делаете, да? Что вам нужно, чтобы продолжить работу? Ну, инструменты и материал, доски, гвозди, молоток, к примеру. Он попросил вас предоставить полный список, и к вечеру все это у вас будет. Ну, мы предоставили. А что мы строим? Скворечник какой-то, блин. Купу-кизу. Теперь у вас симулятор строителя. Да-да-да. Отлично. Я прошу вас нарисовать подробный чертеж, который мы рассмотрим. Нифига. Проекты. В общем, дальше город занялся своей обычной суетой, а вы так и остались стоять у входа в теньке под навесом из белого полотна. Так, окей, хорошо. Нам нужно, значит, сейчас реально обсуждаем, какие нам стройматериалы будут нужны и всю эту фигню. Ну, то есть, естественно, мы это обсуждать сейчас не будем, но наши персонажи это обсудят. Вот. Значит, я предлагаю как раз к вечеру тогда, получается, мы все эти стройматериалы получим, а потом будем посменно действовать, ну, часть людей должна строить эту хрень для того, чтобы делать вид, что мы здесь действительно чем-то занимаемся. Вот. А часть людей посменно будет проводить разведку, я не знаю, здесь, на местности. И там уже потихонечку решим, как разработаем план. Ну, якобы, скипаем опять-таки неделю. Не, ну, мы не скипаем неделю. Через неделю Чоп вернется, мы сейчас доскипаемся. Если вернется, если вернется... Не, ну, допустим, знаешь, если вот эта скотина вернулась, вот, а у нас тут действительно, знаете, что, скипнули неделю, ну, да, построили лавку. Вот, с нами торговать. Вы конкуренты, я вас задавлю. Так это его лавка, чё вы. Ну, да, 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 знаешь, таки, всё нормально. А чё там с прошлым заданием, которым вы делаете? Да, фиг с ним, ладно, чё вы уже. Просто забыли такие, да? Да, да, да. Увлеклись. Не, ну, информацию бы собрали, чё, как, куда. Когда они проходят, сколько охраны остаётся там, допустим? Да, вообще. Хорошо, сколько дней вы на наблюдение-то выдаёте? Да, не знаю, ну, пару-тройку дней, ну, просто, чтобы... Пусть три дня. Хорошо. Хорошо, значит, за это время вам удалось выяснить, что есть специальные люди, которые постоянно тренируются здесь с вооружением, поэтому периодически слышны выстрелы, здесь есть стрельбище, вот. Эти люди также качают физуху активно, и, ну, то есть, такие солдаты. Угу. Это черви, ну, как, не люди, черви. Или люди. Люди, сражённые червями. Здесь других нет, только часть сообщества гнезда. Ага. Ну, и мы, и мы считаем. Это все симбионты, да. Вот, они тренируются. Есть аграрии ярко выраженные, есть ярко выраженный класс мастеров, которые чем-то занимаются, что-то мастерят, что-то строят и так далее. Стройбат такой. Так, отлично, хорошо. Ну, мы как-то, хотелось бы как-то выяснить, как нам всё-таки, не знаю, кого допускают к этому бассейну. К бассейну есть допуска. Какой у них там, когда у них пересменок. У них нет такого понятия, как пересмена, какие-то допуски и всё прочее, поскольку они все являются одним... Их кастовая система. Одним, по сути, организмом. И какому-нибудь солдату совершенно не нужно заходить, поглазеть в это вот убежище, там, где эти черви находятся. Нет, но они же меняются. У них есть глава один, который с вами уже говорил. Они меняются, да. Есть же какая-то обслуга у этого бассейна. Они меняются, но причём меняются совершенно не по часам, а, видимо, по физиологическим потребностям. Захотел спать, тут же на его место стоит другой. Захотел есть, на его место стоит другой. Захотел отлить, меняется. А пока мы скипали... Отлил прям там. Ну да, это тоже... Нет, они гадят тут. Слушай, а вот... То есть, есть некая, короче, охрана вокруг вот этого вот бассейна, да? То есть, ну... У входа всегда стоят два вооружённых человека. Вооружённые. Они до того, как мы... Автоматическим оружием. До того, как мы сюда приехали, они там вообще находились? Они там находились, да. И у входа тоже постоянно. А что они сторожат, если у них закрытая коммуна, и все... Ну, знаешь, мало ли. От нас, грубо говоря. От таких... От нас, да, окей. Но они-то были ещё до того, как мы приехали. Ну всё. Какой смысл там ставить охрану, если так там всё... Охрана постоянно. Также вы выяснили более-менее систему ирригационных каналов, которая идёт довольно... Которая здесь довольно обширная. И вы смогли понять, что, вероятно, вода обладает небольшой радиацией здесь. Ну, мы же знаем, как персонажи, что им радиация в плюс. Хорошо. Вот, так как осуществляется обслуга именно самого этого... Зидуата. Пока мы скипали, кого-то обращали. Я летал воду тут. За эти три дня никого не возвращали. За эти три дня, нет, никого не превращали. Но у входа уже в это время где-то два или три пленника новых появилось. Это при входе там клетка такая, где их дежурят, где их сажают. Это какие-то рейдеры, похоже. Вот они там... А их насильно будут обращать? Их насильно будут. Это, видимо, те, кто участвует в каких-то бандформированиях. То есть такая... То есть дождёмся церемонии... Также за это время ещё где-то несколько человек пришли не в белой одежде. Какие-то... В основном дети. Их в основном приводили родители. И оставляли. А, добровольно. Да, им на это давали достаточно большое количество продуктов. Ну, родители-то добровольно, конечно. А эти вот родители с детьми, они все явно такие дикари из племён. В общем, продавали дикари из племён. Ну, давайте... Ну, нам, судя по всему, нужно дальше выжидать. Потому что мы же не знаем про эту церемонию и прочую. Да, вот просто хотя бы посмотреть, как оно проводится. А, ну, действительно. А, ну, действительно. Ну, естественно, как и подопытные, естественно. Фишка в чём? Нам нужно действительно обговорить. Мы выполняем 100% безоговорочно приказ изначальный. То есть мочим их. Или же мы как-то действительно, может... Это вы сейчас, давайте, на исходе третьего дня вы за ужином у себя, ужина, решили обсудить эту ситуацию. Так что давайте дальше по ролям. Хорошо. Ну, давай. Командир, я считаю... Ну, блин, командир, я считаю, как бы, не стоит поспешно их сразу мочить. Наш задание выполнять 100%. Я тебе своё мнение высказываю, конечно же. Я не пойду против приказа, но... Ты хочешь переметнуться на сторону противника? Кто наш противник? В каком смысле вы имеете в виду? Противник Соединённых Штатов... Новых Соединённых Штатов Америки. Если наше начальство решило, что это поселение должно быть уничтожено, конечно, я говорю это тихо. Следовательно, что? Это противник. Покашливай ты, сквозь кашляешь это поселение. Кто-нибудь наверняка сейчас зайдёт и скажет, вам таблеточку от кашля? Да, да, да. По спине похлопать. Червячка от кашля не хотите? Заморить. Заморить не надо. Не, ну, как бы, может, была бы возможность связаться. Действительно же видим, что они не опасны. Я всё ещё... Может, тебе его свести познакомить просто? Слушай, ты здесь не для того, чтобы думать, а для того, чтобы делать подумки. Я умею за тебя. У нас приказ. У меня интеллект самый большой для того, чтобы думать. Ну, это твоя проблема, твой интеллект. У нас приказ. Зачем они нам нужны, эти черви? Зачем они нужны нам? Я так понимаю, что наш дорогой Феликс хочет изменить образ своей жизни? Ненадолго. Ненадолго? А, понятно. Нет, ну, конечно, Феликс, ты, конечно, можешь присоединиться к этим засранцам, но ты учитываешь, что мы-то будем идти до конца, поэтому ты действительно недолго здесь пробудешь в своих радужных и влажных мечтах о лучшей жизни. Окей. Тогда я прошу разрешения у командира хотя бы побеседовать с одним из них напоследок, если я не... Только под присмотром. Под присмотром, я согласен. Вот-вот. Конечно. Я согласен. Мне побеседовать для научной жизни, потому что если мы потратим такой шанс исследовать хотя бы контакт, не визуальный, а пообщаться хотя бы в последний раз, прежде чем мы убьем самых мирных червей, то это будет просто крах для науки. Крах для науки? Слушай, ты уже тут пообщался, я так смотрю. Не, я с некоторым человеком. Ну, с каким-то из червей. Ну, каким-нибудь, может, ученым, если у них тут, допустим, ученым. А ты общаешься с одним, ты общаешься со всеми, пойми. Ну, соответственно, да. Не, ну, ты же говорил, что у них... Ну, у них, может быть, лексикон чуть пошире, может быть, человеческий, понимаешь? То есть образно у них разум примерно одинаковый всех, образный. А вот выражать это через человеческое тело, грубо говоря, они могут только соразмеряясь с теми знаниями, которые получило человеческое тело. Ну, понятно. Я как бы прошу разрешения просто пообщаться ради науки. А там я согласен. То есть, грубо говоря, ты знаешь, есть компьютер без интернета, а это компьютер с интернетом. Черви — это интернет. Ну, да, да, да. И они могут канализировать некоторые человеческие направленности, человеческие предрасположенности к тому, чтобы создавать то или иное общество. И вот эти вот именно черви, они решили канализировать именно таким образом человека. То есть в мирное существование с всеми остальными непротивление и агрессию только как ответ на агрессию и угрозу. В то время как другие гнезда, они канализировали другое, например, в человеке. Кто-то канализировал напротив. Ну, понятно. В общем, короче, из всех гнезд — это самые нормальные. Это самые зря убиваемые. Зря убиваемые. Нет. Жека, я же не спорю. Я просто, ну... Я понял. Что значит зря? Нет, ну секундочку. Что значит зря? Почему зря? Нет, ну чисто по-человечески. Я бы тоже, конечно, в них вообще бы, говорю, вступил. Но персонаж-то мне нафиг не нужен. Для науки они ценные. С ними можно там вась-вась немножечко и... Что конкретно? Что конкретно? Какую-то цену? То есть какой профит ты извлечешь из общения? И какой план предлагаешь, во-вторых? Какая ценность в них? Ну как какая? Это довольно-таки новая цивилизация. Их интересно изучить. Не в виде как препарационных уже дохучений. Зачем нам новая цивилизация, которая потенциально может стать опасной? Нам бы старую спасти. Может, с помощью генетики уничтожить и тех, чтобы не расстрелять? Слишком много может. Нет, ну блин. Ладно, как вирусы хорошо убиваются? Чисто убивают тех людей, которые заразились вирусом? Нет. Делаются эксперименты на тех людях сначала. И находят какие-нибудь антидоты. Мы сюда пришли как раз... Вот мы сейчас как раз, да, и проверим, сможем ли мы их убить? Короче. Смеш, чем был бы какой-нибудь антидот, сверху распылил, да и они подохли. Они вот это вот, приди туда, брось тебя, расстреляли. Мы, короче, поняли. У персонажа Жеки просто на самом деле, типа, а-ля чисто научный интерес, просто любопытство. Да, да. Вот чисто я пру в науку, я же доктор. Ради которого он хочет вас всех подставить перед начальством и сделать изгоями. Не, он не хочет подставлять, но может. Могу, да. Но не буду. Поэтому иди в жопу. Сиди. Жека, иди признайся, Женя, иди признайся. Вот я этого и боюсь признать. Нет, нет, я не собираюсь признаваться. Ну что, вот реально, серьезно. Женя, надо. Я хочу тебе общаться. Внутренний голос тебе говорит, надо. Вот именно, я поэтому как бы, ну, не хочу позволять тебе общаться. Под присмотром, я не знаю, там, если что. Пусть общается, пусть общается, но я пойду с ним. Если что, хоп, сразу. Это, конечно, сейчас не так гейм, но он сейчас возьмет и в мыслях им все расскажет. Так они, а то я же не... И как ты это проконтролируешь? Нет, он же не может с ними общаться так. Общаться только на очень близком расстоянии с этими он может общаться. В смысле как? То есть с самим гнездом только на очень близком расстоянии, если мысленно. А так вербально с кем угодно, естественно. К гнезду, я чувствую, меня уже не подпустят, так что. Тебя нет. Короче, мы разрешаем. Пожалуйста, давай кого-нибудь пригласим вот из, не знаю, там, старших чуваков. На волковой остались наручники? За ужин. Кажется, три дня носят. Ну а чё? На осень и Чоп забрал, естественно. Ну ему там для своего ничего не оставили. Естественно, Чопу наручники пригодятся. Ну да. Ты же договорил. Или это Джек, он ловелас. Старый развращенец. Джек вроде ловелас был, да? По гульским женщинам. Боже мой, какая разница? Окей. Вы хотите об этом поговорить? Очень. Давайте идём. Кто идёт со мной? Так, куда? Зачем идти? Давай пригласим сюда. Или пошли все. Какая разница? Нужны сюда. Эй, пацанчик. Давай, зови там кого-то. Ну я высовываюсь из палатки, вижу кого-нибудь. Да, там кто-то ещё возвращается с полей. Ну мне такой, чтобы он не говорил там на картах со мной. Более-менее, чтобы умный человек был. Ну можешь поискать. Здесь рядом есть дома, где какой-то плетут, как раз вот материал там делают. Есть у них научный центр или кто изучает там мир? Возможно, всё-таки жёсткий искренний к чему-то надо собрать присоединять. Я иду искать какие-нибудь такие здания, спрашиваю по пути. Все здания одинаковые, только разного размера. Подхожу к одному из белых червей. Джейсон, что-то я... Я ушёл. Пошёл, гуляю. Пока, ребят. Подождите, сейчас я позовусь, сейчас позовусь. Ты вышел, да, Женя? Да, да, я вышел. Господи, ну ладно, я иду за ним. Ну что за... Ну дозвони, а? Не, ну кто... Никто не хотел, я ушёл. Погулявшись по этому поселению, вы не нашли того, что могло бы быть вообще... Ничего себе! Даже электрифицированным, серьёзно. Кто бы мог подумать? Хорошо, я какому-нибудь охраннику... Подожди, а что, ни у кого, и как бы не вызывают тогда вопрос, а нахрена им этот жёсткий диск нужен был? Если так прям явно нифига... Перепродать? На виду нет. Не знаю, что вообще нет. Надо искать, надо искать. Ну искать, и не войдёшь. Ходить можно только пройтись по территории. Я подошёл... Сначала всех порешить, потом искать. По какому человеку? О, я тебе уже сказал, есть вооружённые, есть мастеровые, и есть аграрии. Вооружённые. Вооружённые, да. Там как раз недалеко от стрельбища ты видишь группу вооружённых этих товарищей. У меня один. Один из них, заметив тебя, смотрит на тебя вопросительно. На лице его также играет улыбка, а глаза достаточно пусты. Здравствуйте. Добрый вечер. Я держусь достаточно близко, чтобы мне не нужно было тратить поинтов на ходы. Ладно. Хорошо, вот здесь в день ты находишься. Ой, ну так давайте там сейчас драку не устраивать и поставить поселение. Кулачный бой. Слервался. Скажет, ну вас в жопу. Короче, месю всё просто поселение сейчас кулаками. Ещё такой, они вас хотят улыбнуть, да? Ну он на тебя смотрит вопросительно, что ты хочешь. Ладно, я говорю, здравствуйте, скажите, пожалуйста, я так понимаю, у вас интеллект у всех один, вы сообщаетесь, но есть ли тут между вами, у вас тут, в секте, я хотел сказать, в обществе вашем, какой-нибудь человек, который в прошлом может быть подкован научно, с кем бы я мог обговорить на нашей терминологии, к примеру, ну как-то логично разговоры было. Здесь именно нет, к сожалению, говорит он. А где есть? Они все в другом поселении. У вас несколько поселений? Три. О! Хорошо, самый умный, с кем я здесь могу поговорить, есть у вас какой-нибудь? Старейшина. А старейшина к себе пускает? Ну, правда, бывший рейдер, но один из таких главарей рейдеров. К нему можно или по пропускам там? Нет, можешь, конечно, с ним поговорить, он тебе говорит, где старейшина собирается ночевать. А, ночевать? Ну я не ночью хочу. Ну ладно, благодарю. Они сменяются им, где в каком удобном доме, там и лежат. Знаешь, вот если военным удобнее вот сейчас рядом здесь вот лечь, они тут лежат неудобно, они там лежат. Я, короче, пока там дожрал уже, давно этих гавриков нет, выхожу на них искать. Хорошо, ты... Ногу я уже давно сахалал. Подходишь к зданию, из которого выходит тот самый человек, с которым вы общались, весь вытатуированный такой, явно в прошлом бандит. Я, на самом деле, ничего особенного. Я, на самом деле, на лбу надписи, работорговец. Не хотел расспрашивать прямо, я просто, это вы там раздули, а, он сейчас все расскажет. Это, я приветствую. Ты хотел поговорить со мной, спрашивает он. Да, да, здравствуйте, я так понял, вы уже в курсе, да? Спрашивай. Скажите, пожалуйста, я так понял, у вас вот эти обряды, они здесь вообще происходят, да, вот именно в вашем селении? Да. Обряды и посвящения к вам. Следующая будет как раз неделя через полторы. О, скажите, пожалуйста, я, возможно, я еще задумываюсь о, так сказать, присоединении к вам. Ну, просто у вас действительно здесь очень все хорошо и, ну, почти, так сказать, рай в нашем понимании. Здесь все так, как должно быть, говорит он. Я с вами, я вас поддерживаю стопроцентно. Но я еще задумываюсь, все-таки, знаете, некий страх. Страх, страх покинуть, страх быть потерянным. Не хочу терять самого себя. Ты не потеряешь, ты лишь приобретешь. Ну, это, я приобрету, но я боюсь потерять все-таки, как ни крути. Я вот что хотел спросить. Когда идет... Ты потеряешь лишь свои сомнения, говорит он, и метание по поводу смысла жизни, что будет завтра. Все для тебя станет ясно и понятно направление, куда двигаться для твоего блага и для общего блага. Я говорю, вы на самом деле сокровище для потерянных людей, одиноких. Вы ответ для всех страждущих. Я хотел о другом спросить. Скажите, пожалуйста, когда у вас происходят обращения, бывают ли летальные исходы для человека? Это очень редко. Но бывают, да? А если человек абсолютно отвергает червя и каким-то образом ему удается его убить, тогда умирают они оба. Это может быть из-за гормонального уровня или из-за какого-то внутреннего отторжения, помноженного на гормональный уровень. А скажите, а бывает ли так, что просто не принял организм и червь сам уходит, и оба остаются живы? Такое бывает, да. Если организм отторгает червя, то через некоторое время человек приходит в норму, правда теряет память. Память полностью или... Полностью теряет память. Хотя, возможно, она в дальнейшем возвращается. Мы не проводили исследования на эту тему. Это не является предметом нашего интереса. Такие люди, мы их обычно выхаживаем, снова учим жизни в пустошах и потом даем им выбор оставаться недалеко от поселения и жить с нами как непосвященные или идти искать свою жизнь за пределами. Ну скажите, а за все время, что вот вы здесь, так сказать, обращали, сколько приблизительно было вот таких вот, которые отторгали и которые умирали? Ну, хотя бы в процентном соотношении. Двое из ста. Это отторгали или умирали? Ну, то есть оставили живыми и умирали. Умирал один из тысячи. Один из тысячи. Я так поворачиваюсь, шансы есть. Кому ты поворачиваешься? Клеммингов. Баня сейчас там шляется, ищет. Здорово. А вы будете обращать, скажем так, сколько длится у вас вот этот вот обряд? Процедура. Как она происходит? Можете примерно хотя бы рассказать? Я понимаю, что всего лишь полторы недельки стоит подождать, но мне просто безумно интересно. Понимаете, я ученый, вы должны понимать. Если людей много, то весь день или два дня. А вы это днем делаете, светлые время суток или может ночь? До вечера, да. Пока солнце не сядет. А начинаете с утра, да? Да, когда все проснутся. Ага, ага. Ясно. А скажите, пожалуйста, а вы носите как-то в своих ладошках этих мальков или... В сосудах. Ну, то есть, по сути... Сначала человеку дается выпить специальный напиток, чтобы он лучше принял червя. Алкоголь? Нет. А что? Это особый настой из трав, который позволяет расслабить разум и смягчает удар, который может последовать за объединением, когда человек не готов к такому объединению со многими. Я вспомнил маки из Дельты. Ну, так, мимолетно что-то. Ясно. Спасибо огромное за информацию. Буду с нетерпением ждать. И, возможно, я в скором времени к вам присоединюсь. Но ничего не обещаю. Я еще подумаю. Я тоже на это надеюсь, говорит. Он и скрывается в своей хижине. И тут вас Бадди как раз находит. То есть, я хотел... По сути, кто не понял, я хотел просто узнать, когда у них все это происходит. Как у них, сколько там народу. Подошел бы и спросил. Ну, я так и хотел подойти и спросить. А, он сейчас все расскажет, убейте его. Сразу началось. Левик же за этим занесенным кулаком стоял. Да, да, да. Так, я вас нахожу. Говорю, так, ну и что вы тут делаете? Чем это вы тут занимаетесь? Ну, я рассказываю все то, что он узнал. Собственно, всю инфу. Всю эту инфу. Значит, через полторы недели у них посвящение. Но, собственно говоря, посвящение у них никакого доступа к этому аквариуму нам все равно не дает. Ну, да. По крайней мере, оно отвлечет их внимание. Отвлечет. Их там будет очень много на этой площади или где они... Хорошо, это вы по пути домой беседуйте. Перед тем, как вы вернулись домой, мы продолжим уже в следующей серии ваш разговор. Сегодня мы уже заканчиваем. Спасибо большое, что смотрели. Не разбегайтесь далеко с канала, потому что скоро будет продолжение. Живите долго, процветайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok